сейчас человек на коляске проехал и еще вот люди с пожилым человеком на коляске вспомнила такую есть новость немного отступая вот когда я была на осмотре в больнице был глухонемой человек женщина ему переводила но он старался как бы сам больше блин собаки на вокруг прям всю засрана идешь только и смотришь под ноги какой-то ужас просто а значит были иностранцы испанцы я русская вот и человек инвалид также в коляске вот интересно прям такое разнообразие пациентов так вот что я вспомнила я смотрю за историю одной девочки которые делали сма вот самый дорогой укол терапии как вот она сейчас восстанавливается как проходит его так сказать жизнь вот после после укола и мама ее сегодня они летели возвращались из москвы с терапия и я посмотрела на вот и рассказывала было просто в шоке с аэропорта 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 как там правильно в москве она говорит такое отношение к инвалидным людям с инвалидностью просто жесть мужчина был на костылях у него просто их вырвали для проверки и он стоял держался за какую-то за перегородку хлипкую такую просто полосочку натянутую ну не молодой скорее всего и жена его просто умоляла говорит ну дайте ему хоть что-то там как-то посадить поставить человека стоит в этом проходе но это как отнять у человека костыли так как ноги просто вырвать блины и и все у меня также папа инвалид был если бы у меня на глазах такой сделал ябна и на кому-то там голову расширила потом говорит у девочки но она чтобы ее не сумки там понимаете вещи чтоб не таскать ребенок уже не маленький она в этой в коляске так тоже говорит начали глазами крутить орать на нее прочать по качать права она говорит я как мама у которого ребенка уже давно диагноз имею ввиду на терапии за границу еще где-то общем не первый раз в самолете она говорит я знаю мои права моего ребенка в этом не приходилось их отстаивать тут же будет скорее всего писать заявление в администрацию что в общем то правильно потому что во первых мне кажется должен быть отдельный коридор а если он существует ну там например человек с инвалидностью стоять не может лежать после какой-то терапии операции так далее ему должны быть какие-то условия созданы не в плане что вы должны на руках носить пылинки сдувать в плане того что должна быть какая-то замена где дополнительную коляску дать чтоб человек пересел дополнительные резервные костыли проверенные чтобы он мог стоять ну и так далее короче